В багровом зареве В багровом зареве За их судьбу Эти стихи Сергей Есенин написал еще в 1916 году Словно предвидя гибель четырех дочерей Романовых Последние представители русской императорской семьи Их судьба сложилась трагично А жизнь до сих пор окутана пеленой тайн, загадок и домыслов Из-за чего? Во имя чего? Николай II, его супруга Александра и пятеро детей стояли на рубеже эпох На той самой грани, которая разделила историю нашего Отечества на до и после Возможно, именно поэтому они, как представители царского богоугодного рода Были обязаны первыми принять на себя этот удар Пошатнувший привычный, веками создававшийся строй жизни Каждому россиянину известно, чем обернется лето 1918 года для, казалось бы, примерной и тихой семьи Не подозревавшей для себя столь тяжелой расправы Эмалевый крестик в петлице и серой тужурки сукно Какие печальные лица, и как безнадежно бредны Наследник, императрица Четыре великих княжны 14 ноября 1894 года в Ванечковом дворце состоялось бракосочетание русского императора Николая Александровича II И урожденной немецкой принцессы Виктории Алисы Гессентормштадтской При миропомазании, получившей православное имя Александра Федоровна Уже через год у пары появился первенец, великая княжна Ольга Николаевна Девочка обладала огромной душой и ласковым характером Учила уроки усерднее своих будущих сестер и брата И, будучи самой старшей, брала часть родительского долга на себя Государыня Александра так писала к своей дочери Прежде всего помни, что ты должна быть хорошим примером младшим Они маленькие, не так хорошо все понимают и всегда будут подражать старшим Поэтому ты должна обдумывать все то, что говоришь и делаешь Ольга помогала родителям в воспитании детей И была особенно дружна со своей младшей сестрой Татьяной Вместе с которой составляла большую пару Слышала от царя, что его дочери названы Ольгой и Татьяной Чтобы было как у Пушкина в Онегине Писал великий князь Константин Константинович Однако Ольге были присущи излишняя раздражительность и вспыльчивость Она являлась единственной, кто мог попробовать перешить отцу или матери Девочка проявляла большой интерес к книгам Позже даже начала писать стихи Личная жизнь Ольги была очень противоречивой В 1912 году мать Александра Федоровна настаивает на разрыве отношений дочери и князя Дмитрия Павловича Из-за его нескрываемой нелюбви к Григорию Распутину В заговоре против которого он через 4 года примет участие Во время Первой мировой войны княжна отказала в браке румынскому принцу Объясняя это тем, что она русская и не собирается покидать свою родину В царско-сельском госпитале Ольга увлеклась прапорщиком и георгиевским кавалером Дмитрием Шахбаговым В дневниках современников говорится о чистых, наивных и безнадежных чувствах княжны Татьяна же, вторая дочь супругов, всегда оказывала неоценимую поддержку матери Чем заслужила особое расположение последней Девочка была менее одаренной, чем ее старшая сестра Ольга Но отличалась большим спокойствием, силой характера, сдержанностью и практичностью Что, однако, ни капли не мешало горячей преданности старших княжон друг другу В детстве очень любила кататься на пони и на большом велосипеде, тандеме Играла в серсо, а дома предпочитала рисование, чтение и игру с кукольным домиком Так писала о Татьяне Софья Яковлевна Афросимова, фрейлина императрицы Направо от меня сидит великая княжна Татьяна Николаевна Она великая княжна с головы до ног, так она аристократична и царственна Лицо ее матово-бледно, только чуть-чуть розовеют щеки Точно из-под ее тонкой кожи пробивается розовый атлас Профиль ее безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом большого художника Своеобразность и оригинальность придают ее лицу далеко расставленные друг от друга глаза Ей больше, чем сестрам, идут косынка сестры милосердия и красный крест на груди Она реже смеется, чем сестры Лицо ее иногда имеет сосредоточенное и строгое выражение В эти минуты она похожа на мать На бледных чертах ее лица следы напряженной мысли и подчас даже грусти Я без слов чувствую, что она какая-то особенная, иная, чем сестры Несмотря на общую с ними доброту и приветливость Я чувствую, что в ней свой целый замкнутый и своеобразный мир Будучи самой красивой из сестер Татьяна была посватана сыном сербского короля Петра I Александром С которым познакомилась за семейным ужином С началом Первой мировой войны переговоры о браке были закончены До самой смерти Татьяна и Александр писали друг другу письма И узнав о скоропостижной гибели возлюбленной Князь чуть не покончил жизнь самоубийством В 1914 году Татьяна влюбляется в корнеты Дмитрия Яковлевича Маламу Которого симпатизировала и мать княжны Маламу воевал на стороне белогвардейцев И узнав о гибели горячо любимой княжны Искал героической смерти в бою Дмитрий был убит в 1919 году в бою с красными В 1899 году в Петергофе у Николая II и Александры Рождается третья дочь – княжна Мария Эта девочка, отличавшаяся особенно веселым характером Была высокой и даже чуть-чуть крупной для своего возраста Порой ее сравнивали с ангелочками на картинах Боттичелли Софья Яковлевна Афросимова с восторгом писала о юной княжне Ее смело можно назвать русской красавицей Высокая, полная, с саболинами бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице Она особенно мила русскому сердцу Смотришь на нее и невольно представляешь ее одетой в русский боярский сарафан Вокруг ее рук чудятся белоснежные кисейные рукава На высоко вздымающейся груди – самоцветные камни А над высоким белым челом – кокошник с самокатным жемчугом Ее глаза освещают все лицо особенным, лучистым блеском Они по временам кажутся черными Длинные ресницы бросают тень на яркий румянец ее нежных щек Она весела и жива, но еще не проснулась для жизни В ней, верно, таятся необъятные силы настоящей русской женщины Маша находилась под полным влиянием своей младшей сестры Анастасии В которой они образовывали так называемую «маленькую пару» В противовес большой паре – Ольге и Татьяне Благодаря ей она научилась играть в ставший тогда популярном теннис Из-за чего многие вещи, висевшие на стенах, часто оказывались на полу Но в отличие от сестры, Мария всегда умела просить прощения Она не была такой живой и активной, как остальные, но имела четко сформированное мировоззрение И точно знала, чего и зачем хочет Девочка имела большой талант к рисованию, научилась неохотно и ленилась Еще будучи ребенком, Мария признала своей няне, что хочет выйти замуж за солдата И иметь как минимум 20 детей И действительно, во времена Первой мировой войны у Марии завязался роман с офицером флота Николаем Дмитриевичем Деменковым Девушка не раз просила отца дать согласие на их отношения И порой в шутку подписывалась своих письма госпожой Деменковой Когда офицер ушел на фронт, Мария собственноручно сшила ему рубашку Которая, по уверениям возлюбленного, пришлась ему ровно в пору Они несколько раз общались по телефону, но их отношения так и не получили продолжения Мария погибла вместе с семьей в 1918 году в Екатеринбурге Анастасия, четвертая княжна, была невысокого роста Из-за чего часто комплексовала и завидовала старшим сестрам Генерал Михаил Константинович Дитерикс, расследовавший убийство царской семьи Так писала молодой княжне Великая княжна Анастасия Николаевна, несмотря на свои 17 лет, была еще совершенным ребенком Такое впечатление она производила главным образом своей внешностью и своим веселым характером Она была низенькая, очень плотная, кубышка, как дразнили ее сестры Ее отличительной чертой было подмечать слабые стороны людей и талантливо имитировать их Это был природный, даровитый комик Вечно бывало она всех смешила, сохраняя дело на серьезный вид Учиться девочка не любила, но отличалась особенной любовью к шалостям и проказам При письме совершала множество ошибок, а арифметику миновала свинством Однако великолепно выражалась по-французски Ее учитель английского вспоминал, как однажды княжна пыталась подкупить его букетиком цветов А после отказа подарила букет учителю русского Анастасия с большим удовольствием играла в лапту и серсо Участвовала в театральных постановках, занималась модным тогда фотографированием Девочка очень любила животных Она не была особо аккуратна, ее карманы всегда были набиты шоколадом и сладостями Благодаря княжне в моду того времени вошло вплетать волосы, ленты и цветы Чем девочка очень гордилась За свой легкий жизнерадостный характер Анастасию в семье называли солнечным лучиком Говоря о принципах воспитания детей в царской семье Нельзя не упомянуть главное правило, которым руководствовались и его величество, и его высочество Умение видеть в каждом человеке человека В императорском доме никого не делили на простолюдинов и знатных Если княжны хотели играть со слугами или рассказывать им свои секреты То порой между ними завязывалась нежная дружба Никто не слышал от членов семьи слово «приказываю» Так научили своих детей Александра и Николай Мать писала к своей старшей дочери Ольге «Будьте особенно вежливы по отношению ко всем слугам и няням Они так хорошо заботятся о вас Подумай о Мари, как она устает и не очень хорошо себя чувствует Не заставляя ее еще и нервничать Слушайтесь ее, будьте послушными и всегда добрыми Я сделала ее вашей няней, и вы всегда должны хорошо относиться к ней, а также к С.И. Ты достаточно большая, чтобы понять, что я имею в виду Будь хорошей и слушайся маму Прочти это Татьяне Всегда проси прощения, когда была грубой или непослушной А сейчас постарайся быть как можно лучше, и я буду счастлива» Николая II иногда сравнивали с рыцарем, говоря о его доброте и большом сердце Император всегда помогал нуждающимся из своих личных средств Даже если человек был ему неприятен или чужд Руководствуясь своими принципами, он приучил девочек быть внимательными к самым незначительным нуждам других людей Потому что целое всегда складывается из малого За столь простой, вовсе не царский образ жизни Император и императрицу часто осуждали, не признавая их методов воспитания Не только в народе, но и среди близких родственников об императорской чете ходили слухи Однако никто в их семье никогда не сплетничал А когда кто-то пытался нарушить это правило, разговор мгновенно прекращался или переходил в другое русло Как известно, царь и царица очень сильно хотели иметь сына Это было необходимо в первую очередь для порядка престола наследия Но даже несмотря на рождение четырех дочерей Государь любил своих девочек и оставался чутким и внимательным супругом Даже когда все родственники императора грозно роптали на Александру Родители уважали своих детей такими, какими они являлись Какими были сотворены Богом, не пытались уравнять их или усмирить характер Жизнь княжон не была ни веселой, ни разнообразной Воспитывались они в строгом патриархальном духе, в глубокой религиозности Это и воспитало в них ту веру, ту силу духа и смирения Которые помогли им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть Государыня не позволяла княжнам ни одной секунды сидеть без дела Они должны были быть всегда занятыми, всегда находиться в действии Чудные работы и вышивки выходили из-под их изящных быстрых ручек Внешне однообразную свою жизнь княжны наполняли весельем своих жизнерадостных и живых характеров Они умели находить счастье и радость в малом Они были юны не только своими годами, но были юны в самом глубоком смысле этого слова Их радовало все Солнце, цветы, каждая минута, проведенная с отцом Каждая короткая прогулка, во время которой они могли посмотреть на толпу Они радовались каждой улыбке незнакомых или прохожих Они сияли всем лаской и яркими красками цветущих русских лиц Везде, где они появлялись, звучал их веселый звонкий смех Никто и никогда не чувствовал себя с ними стесненно Их простота делала всех такими же простыми и непринужденными, какими они были сами Пишет в своих дневниках Софья Афросимова Комнаты книжон не отличались изяществом или роскошью Стены серого цвета, потолок расписан бабочками, а немногочисленная мебель выдержана в зеленых и белых тонах Единственными позволенными украшениями были иконные фотографии, сделанные самими девочками Спали они на армейской кровати, которой в зависимости от времени года можно было передвигать либо к окну, либо к теплу Такая традиция в царских семьях началась еще во времена Екатерины II, усыновившей такой порядок для внука Александра В плане одежды девочки были не менее скромны Младшие донашивали одежду за старшими Княжнам предполагались небольшие карманные деньги на подарки друг другу Золотых вещей у них практически не было На каждый день рождения княжны получали от матери по одной бусине к браслету Так что к совершеннолетию украшение должно было полностью собраться Подъем княжон был каждый день в осень утра Затем они принимали холодную ванну По вечерам полагалось принимать горячую ванну с несколькими капельками духов, добавленными в нее Когда девочки были маленькими, ванну в их комнате носила прислуга Но когда они подрастали, эта обязанность верялась им Николай сам любил спорт и физический труд и приучал к нему своих дочерей Во время утренней прогулки в зимнее время девочки очищали дорожки от снега Срубали засохшие ветские деревья, заготавливали дрова на зиму А с наступлением теплой погоды вся семья занималась обустройством огорода Подобную скромность и изоляцию девочек от внешнего мира объясняют не только нуждой скрывать болезнь царевича Алексея Императрица очень боялась того разврата и распутности, которые царили тогда в высшем обществе И дурного влияния, особенно сильно оказываемого на молодых девушек Княжену учили довольствоваться тем, что у них есть Однако они никогда не грустили и, повзрослев, сделались особенно мечтательны Для них организовывались собрания молодежи, их друзей приглашали пить чай В императорской семье царили любовь и взаимопонимание Александра Федоровна уделяла дочерям много свободного времени Никогда не мешала их проказам и шалостям, понимая и поддерживая желание юности Более того, императрица никогда не кичилась своим положением И лишь в самых необходимых случаях пускала в ход свой авторитет Если матери не здоровилась, княжны организовывали поочередное дежурство возле нее Девочка, которая в данный момент должна была следить за матерью, ни на минуту не покидала ее комнаты Отца сестры практически боготворили Он был для них не только отцом, но царем и товарищем Девочки никогда не сомневались в правоте отца, считая его человеком самым честным и всезнающим Каждое лето семья выезжала на Черное море в Ливодийский дворец Всей семьей любили купаться в теплом море, строили из песка крепости, играли в теннис, ходили на прогулки Иногда на коляске выезжали в город Девочки с радостью катались по морю на лодках вместе с молодыми офицерами Неотъемлемой частью жизни царской семьи являлся Григорий Ефимович Распутин Он был в близких дружественных отношениях не только с царем и царицей, но и с детьми государя Что ясно под дневникам и письмам Распутина и княжон Мой любимый, драгоценный, единственный друг Как мне хочется встретиться с вами снова Сегодня я видела вас во сне Я всегда узнаю у мамы, когда вы посетите нас в следующий раз И счастлива, что имею возможность отправить вам это поздравление Поздравляю вас с Новым Годом и пусть он принесет вам здоровье и счастье Я всегда помню о вас, мой дорогой друг, потому что вы всегда были добры ко мне Я давно не видела вас, но каждый вечер вспоминала вас непременно Я желаю вам всего самого лучшего Мама обещает, что когда вы приедете снова, мы обязательно встретимся у Ани Эта мысль приполняет меня радостью Ваша Анастасия Так пишет юная княжна к целителю своего брата Один случай особенно поразил гувернанку девочек Софью Ивановну Тютчеву Григорий Распутин, имея неограниченный доступ к спальням княжон Вошел к Ольге и Татьяне, когда те уже готовились ко сну Сел на кровать и начал с ними разговаривать Гувернанка незамедлительно сообщила о случившемся императору Николай II не одобрил поведение Распутина Но Александра Федоровна, верившая, что Алексею становится лучше от лечения старца И княжны с особой горячностью заступили за него Тютчева была уволена, а в народе поползли слухи О соблазнении Распутиным царицы и девочек Разгорелся настоящий скандал Николай был вынужден временно отстранить Распутина от дворца Но семья, несмотря ни на что, поддерживала с ним отношения до самой его гибели в 1916 году Девочкам с самого рождения прививали любовь к родине, патриотизм Их знакомили с народным творчеством, приучали к русской литературе Цесаревич Алексей с удовольствием слушал перед сном русские народные сказки Любовь к родине была сродни любви к Богу для членов царской семьи Дети никогда не слышали от взрослых плохого слова о России Даже после ареста в царском селе, когда императрица с помощью своей подруги Лили Ден Сжигала личную переписку, услышав от нее восклицание «Ненавижу Россию!» Александра Федоровна потребовала более никогда так не высказываться Она до сих пор видела своих поданных хорошими, но оступившимися и ослепленными В 1914 году, в день начала Первой мировой, как рассказывают современники, княжны рыдали вслед за матерью, узнав об объявлении войны Николай начинает регулярно посещать ставку, госпиталь, армию Братцы, спасибо вам за славный парад! Императрица отдает несколько дворцовых комнат под нужды госпиталя И вместе с большой парой дочерей отправляется на курс сестер милосердия Ольга и Татьяна с матерью по несколько часов в день занимаются перевязкой и уходом за ранеными в царско-сельском лазарете Мария и Анастасия же, которым в силу юного возраста не позволили помогать старшим сестрам Несмотря на их искреннее желание, писали за солдат письма Читали им вслух, играли с ними в карты и шашки Шили белье и готовили бинты Устраивали театральные представления и отдавали свои деньги на лекарства А при выписке солдаты получали из рук девочек небольшие подарки Княжна Татьяна являлась почетной председательницей Татьянинского комитета И носила прозвище Улан Каждая девочка по достижении 14 лет получала по традиции собственный полк в шефство Такой случай, произошедший в госпитале, описывает в своих дневниках Софья Яковлевна Афросимова Однажды государь приехал в лазарет, в котором работали великие княжны Сев у постели одного из солдат, государь заботливо начал расспрашивать его Всем ли он доволен и хорошо ли за ним ухаживают Так точно, ваше величество, всем доволен, прямо хоть не поправляйся Ответил раненый, но потом, что-то вспомнив, добавил Вот только, ваше величество, все стремалось забывчиво На мельнись дал я вот этой сестричке, вот что там стоит, веселенькая такая Дал я ей гривенник на папиросы, а она ни папирос, ни денег не несет Ольга, позвался с другой государь, что же ты поручения не исполняешь Папиросы обещала принести и забыла Великая княжна потупилась За это купи ему на рубль Солдат после этого целый день все охал На кого пожаловался? На царскую дочку Господи, грех-то какой! 8 марта 1917 года временное правительство приняло решение о домашнем аресте всей царской семьи В тот момент дети и мать заболели корью, из-за температуры волосы обильно выпадали Их решили сбрить Отрекшись от престола Николай вернулся к семье и ставке Пришлось урезать количество блюд, подаваемых за столом Так как меню бывшего императора время от времени оглашалось толпе Копившейся у ворот и мешавшей совершать арестованном прогулке по саду Однако, несмотря на сложившееся положение, дети не переставали учиться А Ольга, уже окончившая свое обучение, много читала, совершенствуя имевшиеся знания Вскоре временное правительство принимает решение о переводе семьи в Тобольск 12 августа 1917 года поезд с царской четой отправляется в путь под флагом японской миссии Красного Креста В Тобольске царской семье был выделен губернаторский особняк Девочки заняли весь второй этаж, украсив комнаты фотографиями и рисунками, захваченными из дворца Спали все на тех же армейских койках, что и дома Дети по-прежнему продолжали обучение, наблюдали из окна за прохожими, выходили с отцом на часовую прогулку, устраивали домашние представления К осени им разрешили под строгим надзором посещать церковь, а зимой кататься с горки В апреле 1918 года поступило распоряжение перевезти Николая в Москву для суда над ним После долгих колебаний супруга, взяв с собой Марию, решается ехать с ним На Ольгу оставалась забота о больном брате, на Татьяну хозяйство, на Анастасию развлечения сестер и брата В мае того же года становится ясным, что по неизвестным причинам отъезд бывшего императора задержали Мать пишет дочерям письмо, прося правильно распорядиться медикаментами Александра Федоровна под ними подразумевала украшения, при помощи которых семья планировала выкупить себя Девочки зашивают все украшения к себе под корсеты, чтобы понадежнее спрятать их Оставшиеся в Тобольске дети были перевезены в дом инженера Ипатьева в Екатеринбурге Жизнь воссоединившейся семьи пошла скучно, но спокойно Сестры шили, учились печь хлеб, гуляли и играли в карты Мать читала духовные издания Наконец, наступило лето 1918 года Мария и Анастасия справили свои последние дни рождения Одной из младших великих княжон удалось расположить к себе некоторых красногвардейцев Солдат Иван Скороходов даже пытался тайком пронести для Марии именинный пирог Но был пойман и навсегда лишен права входить в дом Ипатьевых А княжина получила строгий выговор от сестер 17 июля, примерно в половину второго ночи, доктору Боткину было приказано разбудить царскую семью и отвезти всех в подвал В то же время к воротам дома подъехал грузовик, заранее подготовленный для вывозки трупов После непродолжительных сборов Николай на руках с сыном Алексеем, к тому моменту уже не могущим ходить С женой, дочерьми и слугами спустились в расстрельную комнату Никто до последнего момента не подозревал о своей участи В 2 часа 30 минут Яков Михайлович Юровский объявил, что Совет рабочих депутатов принял решение расстрелять последних представителей царской семьи И первым выстрелил в царя Каждому стрелявшему заранее предполагалась своя жертва По воспоминаниям очевидцев, Мария после первого залпа бросилась к двери и начала дергать ручку, пытаясь открыть комнату Существует мнение, что Татьяна, Анастасия и Мария не погибли от первого залпа, спасенные вшитыми в корсет украшениями Анастасию красногвардейцам пришлось добивать штыками и прикладами Княжны цеплялись за жизнь, как могли Тела убитых завернули в простыни, снятые с постели прошлых владельцев Вывезли в урочище четыре брата И, сбросив в одну из шахт, в спешке захоронили, изменив трупы до неузнаваемости Их поливали серной кислотой, мажили прикладами и поджигали Позже следователь нашел рядом с ними тело собачки одной из сестер После расстрела в комнате Анастасии нашли ее последний рисунок Качели между двух берез В ту секунду закончилось длившееся три столетия правления дома Романовых Прославившего Россию, укрепившего ее, возвечившего на мировую арену Российскому престолу более не суждено быть занятым В истории начинается новая эпоха Ее творят новые люди Общество идет новым путем Николаю и его семье выпала самая тяжелая роль Они расплачивали за все ошибки прошлых поколений Отвечали за целую эпоху Нельзя не восхищаться укладом жизни в императорской семье Воспитанию детей, любви и уважению, царившим между родными Они стали идеалом семьи Примером, которому необходимо стремиться в любое время И в прошлом и в будущем Участь столь порядочной семьи поражает Удивляешься, сколько жестокости хранит в себе душа человеческая Что ради сомнительного блага может совершить личность? Вся семья последнего императора Причислено русско-православной церковью к лику святых Опираясь на их принципы Христиане воспитывают свои детей Новые поколения И стоит задать себе вопрос Может, где-то они и правы? От рук проклятых и ужасных Погибнуть были вы должны Четыре девушки прекрасных Четыре русские княжны Ваш взор молитвен и лучистый Последний в жизни взгляд очей Сказал, что вы душою чистой Простить сумели палачей Одна беда была за вами Любовью к родине горя Ее вы были дочерями Как чере русского царя Последний вздох Утихли слезы Исчезла жизнь и суета Четыре царственные розы Прошли сквозь райские врата Субтитры создавал DimaTorzok